здравствуйте друзья меня просили показать волокуши мои ящик поэтому решил я видео снять так для начала волокуши так ну волокуши обычные метр на 50 или метр на 40 метр на 45 по моему здесь я поставил ну со шпильки с восьмерки выгнул вот такие дуги здесь снизу самоконтрящиеся гайки а здесь барашками поджата вот эти дуги уже переживают третьего волокуши то есть они изнашиваются снизу я просто беру покупаю новые то есть уже лет 20 вот этим дугом очень удобно груз если высоко лежит там палатку можно сверху то есть не боишься что по бокам у тебя что-то вывалится или даже вот свеситься бывает на бок палатка ты где через кусты идешь и порвешь зацепишь а так она как бы за габарит не выходит волокуши очень удобно высотой наверное сантиметров на 12 а длиной там смотрите по своим волокушам если у вас длинные волокуши но больше метр двадцать длиной волокуши покупать не советую потому что машина машина поперек не поместится а вдоль тоже неудобно их класть некуда просто придется там что-то ну в обычная имею ввиду машину а это вот метр в принципе для большинства рыбалок хватает в машину поперек помещается замечательно там сбоку еще какая-то канистра может стать место всегда есть так по крепежу но как я их таскаю да то есть очень просто то есть веревка длинную не надо потому что я вот где-то иду через лес крутилась как обычно просто беру на коротке или там через торосы перелезть чтобы имел возможность приподнять там на куда-то на льдины или через там ствол упавшего дерева перетащить а когда я иду по ровному месту по льду то есть я посмотрел там на других сайтах там на финских они сюда крепят ремень то есть ремень с какой-то быстрой пряжка типа солдатского что-то такое но можно и обычный ремень вот а я вот приспособил это для крепления грузов резинка у нее вот такие крючки не острые гладенькие острые не ставьте потому что порвете одежду и просто берете когда идет вот за пояс все свободные санки за вами катятся вот дополнительный бонус этой резинки то есть но она длиньше было я чтобы как говорится она меня все-таки немножко хоть это туго прижимала как не болталась дополнительный бонус получился что смягчает рывки то есть все таки это же резиновая штука единственный минус вот этих волокушек то ящик там болтается в этой в этих волокушек вечно особенно едешь если снега нет на льду какие-нибудь там льдинки вот он там болтается на одну сторону все свалится и потом волокушек могут перевернуться я сделал просто вот на саморезы для тонких листов вот но клопы обычные 19 с 20 доски выпилил по размеру ящика ящик сюда спокойно встает вот то есть он уже не болтается хоть там санки перевернуться он остается на своем месте а тут много остается по бокам место там для для шнека для черпака там удочки какие-то сюда там сумка с термосами вот я два маленьких термоса беру с кофе и один литровый с чаем бутербродик какой-нибудь там вот очень удобно то есть с учетом того что здесь вот эти дуги то есть можно вот шнек сюда положить с этой стороны палатка если там она понадобится но если много груза основное убирается если там едете с большим количеством вещей что вам мешает сзади еще одни волокуши прицепить такие же то есть машине они друг дружку встанут у вас задние волокуши безо всего вообще пустые должны быть машине они друг дружку встанут как матрешки а в задние волокуши хоть двое можете хоть целый поезд сделать но зато вы в колее как бы если вы одни большие волокуши их тяжелее тащить чем двое вот таких средних или трое даже то есть можете там хоть автопоезд делать ну обычно еще одни цепляю там вода дрова если там например с ночевкой идешь вот так по ящику ящик мама подарила нам с братом году наверное 80 80 81 82 вот так вот то есть ему уже 40 лет этому ящику даже больше ящик подарила и ледобур ледобур ленинградский ящик тоже ленинградский у меня были пластиковые ящики мне дарили но у них чем минус они пластмассовые то есть если вы например рыбачить и плюсовая температура а потом подморозила вы его открываете и вас петли отламываются они примерзают и все или в машине вот я оставляю то есть я был вчера была плюсовая температура ночью приморозила я на рыбалку приехал открывая ящик у него вот вместе петель вот здесь вот она хрысь и крышка это отламывается верхняя начисто вообще вот но если вы заносите домой да не бывает даже вот на рыбалке с утра была плюсовая температура потом минусовая на рыбалке то спешишь обычно вот так раз хрусть и все и отломали а этот ничего с ним не делается то есть он так пауза так позвонили но здесь как бы все родное в этом ящике единственное там под дерматином поролон и он конечно уже со временем весь труху превратился так я вот пеноплекс экструдированный пенополистирол наклеил на двухсторонний скотч он воду не впитывает как если бы пенка туристический коврик на туристическом коврике если дождь идет он по спине стекает но он и так стекает но если туристический коврик как ты еще качаешься и он туда насасывает как это как губка потом дождя уже нету а все равно вы садитесь в лужу а пенополистиролом все-таки поры там закрытые он не впитывает все родное ремень родной я вот так покороче связал чтобы удобнее было в руке выносить я сейчас на плече это конечно не таскают ящик вожу в волокушах то есть все работает ничего не ремонтировал все прекрасно так здесь резинки такие удобно они уже тоже от мороза достижимость потеряли надо будет поменять купить ленту такую сюда в спинку я кладу удочки которые длинные то есть здесь вот два отделения в ящике в одном у нее маленьком лежат коробочки всякие в другом удочки я удочки беру все с собой потому что фиг знает в этом на рыбалке повернется пошел ловить корюшку а там не пройти например торосы наломала сел на окуня то есть или например пошел за окуня смотришь там корюшку гоняет ловит и чего домой ехать с настями удочки я хранил в пакетах из-под хлеба и всегда не сложно заменить и в них особо не втыкаются крючки как в обычной полиэтиленовые удочки я никуда не сматываю ничего не закрепляю то есть просто кладу пакет это вот длинная удилка то есть она вот в это отделение плохо помещается я вот ее как раз по размеру она в крышку то есть эта удилка у меня с трубочками блесна вот это вот с палочками и по марапетке снизу мормышка вольфрамовая здесь удочка атакара тоже она вроде маленькая но она видите длинная то есть она как раз крышку сюда то есть сюда я ставлю обычно сейчас вот оборвал где-то стоять или ведьму или козу или чертика какого-нибудь вот на эту удочку и обычно ставлю ну или маленькую блесенку тут как бы она без кивковая то есть хлыстик сразу является кивком они не путаются пакетах вот этих очень удобно здесь вот корешковый у меня удочки то есть вот эта блеснилка корешковая тоже блесна с трубочками мормышка сверху мормышка снизу вот эти кивки очень удобные с той точки зрения что если вы на корешке часто путается леска во время рыбалки бороду оторвали узел сделали все узел у вас сквозь кивок пройдет чем вот эти с металлическими были труб пружинками там узел сквозь них бывает не проходит особенно если замерзнет там все у вас и без узла леска там не пройдет ну нож нож нержавейки вот косодака у меня вот нож он прекрасен вообще замечательный то есть ручка очень удобная стоил копейки там 200-300 я не помню я покупал сейчас пускай там 1000 он стоит нормально здесь есть точилка на нем вот такая есть точилка керамическая то есть его всегда можно наточить не надо точила с собой брать у корюшку резать острый нож должен быть нож наточили об этом можно и крючки точить точилку алмазная здесь такая наклеена ножды как бы проветриваемые то есть там все высохнет ничего вас не примерзнет на морозе если там примеру в обычных ножных вода то есть нож так это обычные корешковые у меня удочки тоже так же я их прямо вот вся гирлянда груз и мормышки все в пакет складывается ничего никуда не наматывается флешер вот этот вот с пленки что я делаю для корюшки все вот она ничего не надо потом морожеными руками наживку только снял я раньше если на следующий день ехал на корюшку так я даже наживку не снимал прямо с наживкой их в пакет уберешь а чего они она замерзнет и ничего с ней сделается я в машине оставляю домой не ношу три удочки я на корюшку уберу с собой вот я не ставлю по 10 удочек больше будешь перенасаживать если клюет так вы и на три удочки поймаете а не клюет хоть 20 ставьте так здесь у меня просто блеснилка пайка то есть обычная пайка и сверху муха на коротком поводочке это без кивка но окуня ловить и не надо кивок и он такая-то и хлыстик такой гибкий хороший вот это удилка единственное здесь была такая ручка материал такой типа его типа неопрена что-то такое вот так я просто хороший изолентой терминатор обмотал а то кидаешь сугроб он потом сосулька только держишь в руках не комфортно а к изоленте все-таки не привлекает можно термоусадку было можно вообще там ребята писали поменять на пробку на пенопласт но времени как обычно не я раньше занимался интересно было а сейчас как-то более важные дела есть здесь удилка я ловлю на озерах плотну на эту удочку ловлю окуня в глухозимье здесь блесна советская выше на поводочке маленький крючок здесь вторая такая же тоже блесна советская на поводочке маленький крючок удочка уловистая поэтому я их две штуки что если например оборвал или там крючок разогнулся а губу оплатину ничего не перевязываешь взял другую удочку так здесь удилка с кивочком просто мормышка вольфрамовая там полграмма это живца если половить там например можно и на универсальную живца я ловлю тоже здесь такая балалайка тоже здесь ведьма стоит уловистая очень мормышка безнасадочная здесь тоже в пайка стоит тоже если ту например оборвал то вот стоит такая у меня полегче немножко тоже сверху такой вот силиконовая такая с ниточкой муха это вот на активного окуня я ловлю так ну и здесь тоже такая же просто блесны бывают на эту блесну не берет берешь другую то есть это вот марапетка классическая тоже в пайка тоже с этой сверху только с бисером уже я ставлю всегда потому что но редко такой клев бывает как из пулемета но если весь пулемета оборвал привязал блесну без этого это три секунды а чаще окунь берет просто бьет по блесне и не засекается оставишь сверху подвес он долавливается окунь даже активный даже крупный бывает вот на довес берет так здесь у меня для коловорота отвертка запасные ножи и запасные грузики на корюшку так дощечка порезать наживку там на окуня бывает я на филеечки ловлю корюшку порезать наживку так это здесь я хочу попробовать цикады свои достал попробуйте рубачить на цикады здесь у меня балансиры всякие эти зимний джиг потом бокоплавы всякие эти то есть то что я редко ловлю я вечно ее выкладу она понадобится выложусь чтобы не намокала не оцаревала положу опять два года таская в сундуке ни разу ничего отсюда не достаю все-таки на балансиры и на бокоплавы всякие не часто у нас ловится гораздо чаще обычные блесны то есть у меня вот коробочки такие строительных магазинах они продаются из морозостойкого пластика рыбацкие очень дорогие а в строительных они стоят там по 50 по 30 рублей эти коробочки прекрасного качества ничуть не хуже так это я силикон ловил на силикон вот эти хорошие хочу разловить все от микада сайра приманки так отвертка ножи подтягивать мормышки я вот такая ношу у меня их несколько сумочек таких они как легко намок а намокает легко высыхают то есть зато крючки не тут не тупятся не стучат там друг об дружку достал все на глазах можно в карман положить если там перевязываете часто в течение дня а так она вот лежит я периодически домой забираю просушиваю вот такая вот эта сайра приманка финны вот зимой на такие вот ловят то есть они сажают на джиг головку и просто как это для дропшота вообще разрабатывал хорошим так это вот доставать если мало ли там со щуки никаких экстракторов вот такие бокорезы в строительном магазине купил лет пять назад и ничего с ними не делается зимой и летом я ими пользуюсь рыболовные дорогие а эти 200 рублей экспрессе блин или строительном магазине стоят здесь коробочка кивки и всякие фосфорные мормышки на корюшку здесь от berkeley силикон если наживку дома забыл или например испортилась как вариант замена все вот так может кому пригодится спасибо до свидания